Здравствуйте, друзья! Мы рады вас приветствовать в курилке Бутенберга. Сегодня у нас особое мероприятие, посвященное кристаллографии. И первым докладчиком будет Олег Фея, аспирант Московского физико-технического института. Работает в лаборатории компьютерного дизайна материалов под руководством Артема Ганла. Также Олег Фея известен тем, что активно участвует в интеллектуальных играх, таких как «Самый умный», «Что, где, когда». Также Олег участвует в «Сайенс-слэме» и много всего интересного и занимательного. Сегодня Олег расскажет про физику поверхности. Спасибо, Олег, я рад тебя видеть здесь. Взаимно. Добрый день, надеюсь, что хорошо слышно. Я вам расскажу о физике поверхностей, потому как, ну на самом деле, мы каждый день стыкаемся с физикой поверхности, потому что поверхность просто окружает нас везде. Ну, если бы мы попытались представить мир без поверхностей, то вышло бы что-то вроде этого. Вот я нагуглил эту картинку в интернете, оказывается, сто лет назад Казимир Балевич нарисовал такой мир. Я не уверен, что я повесил ее не вверх ногами. Вот недавно была история, что хоть черный квадрат Балевича повесил на самом деле, ну, везде вверх ногами. Ну, здесь нет ничего в этом мире. Это очень скучно. Жить без поверхности – это скучно и интересно. Но мне жить там не хотелось бы, потому что у меня просто не было бы работы. Люди изучают поверхности уже очень много тысяч лет. Самое старое свидетельство об изучении физики поверхностей – это каменные таблички времен Вавилонского царя Хмураты. Они описывают процесс гадания, когда жилец брал каплю масла, капал сосуд с водой, и потом смотрел. Вот капля растекалась, он смотрел по этой капле, будет ли там засуха, или будет ли война, или какое-то другое важное событие. Мне кажется, что сейчас тоже нередко гадание по маслу. Например, по этой капле масла обретвить, какой ущерб понесет нефтяная компания. Есть еще более распространенный способ гадания по маслу. По-моему, он несет примерно ту же научную основу, что и вавилонянский способ гадания по воде. Впосредствии поверхности начали более-менее серьезно изучать, только в 18-19 веке. К примеру, Бенджамин Франклин тоже проводил опыт примеров вавилоняне. Он брал каплю нефти, достаточно большую, и выливал в брут, обычный брут. И смотрел, как капля нефти растекается. Сейчас бы, наверное, экологи особо не одобрили его экспериментов, а тогда это было в позиции нормально. Неизвестно, считал ли он толщину растекшегося масла. Но если бы он посчитал, казалось бы, что она составляет примерно один или два атома слоя. То есть масло на воде пытается растечься полностью, насколько это возможно. Впосредствии Майкл Фарадей обнаружил явление катализа, я про него чуть позже расскажу. Потом была работа гипса о термодинамических величинах физических поверхностей, благодаря которым мы сейчас можем рассчитывать их. А потом пошли Нобелевские премии. Одну из первых Нобелевок за поверхность дали в 1921 году, и этим студентом был Роберт Эйнштейн. За объяснение фотоэффектов, которые происходят в поверхности металла. Когда свет бьет в металл, и оттуда вырываются электроны. Потом известные физики Игорь Таун и Виллиан Шокли исследовали то, что происходит в поверхностях, как ведет себя волновая функция в этих поверхностях. Ну и впоследствии они получили Нобелевские премии, правда, за другие исследования. С Игорем Таун еще произошла достаточно забавная история. Я люблю ее рассказывать, когда у меня спрашивают, зачем нужно изучать математику, в принципе. В 20-х годах прошлого века он работал в Одесском университете, и каким-то образом оказался в степи. Ну и там его поймал отряд Батька Махно, один из отрядов, который обсуживает Батька Махно. Но ему атаман говорит, мы тебя убьем, ты шпион, ты диверсант. Он говорит, подождите, какой же я шпион, я обычный пребыватель университета, преподаю математику. Ну и ему атаман говорит, ну хорошо, если ты принимаешь математику, разложи-ка тогда функцию в ряд Макклорана с точностью двойни членов. Ну там немножко удивился, но разложил, после чего его отпустили. В этой истории меня немножко смущает то, что, во-первых, его отпустили, потому как ничто не мешает профессору математикой быть диверсантом и шпионом. А во-вторых, я спокоен, благодаря ей, что я знаю про сказывать функцию в ряд Макклорана. Если меня поймает отряд анархистов, то я более-менее спокоен за свою судьбу. Чем рисуют поверхности? Примерно до 60-х годов было очень тяжело требовать зенитирам от Гейнштейна, чтобы рисовать поверхности. А потом изобрели очень много разных инструментов для этого. К примеру, атомно-силовой микроскоп. Вот он примерно так выглядит, это достаточно простенький микроскоп. Я с таким работал. И самое сложное в работе с таким микроскопом, это всунуть вот эту иголочку, которая называется 5-ти ливер. Вот видите, она 10 микрон. То есть это в 100 тысяч раз меньше, чем метр. Вот самое сложное, всунуть эту иголочку в этот микроскоп, чтобы он потом заработал. Благодаря АСМ можно увидеть поверхность. Он вводит маленькую иголочку по поверхности. На нее светит лазер. И когда иголочка подсклоняется, лазер на луч тоже отклоняется. И строит рожденную поверхность. Как с ним, Николай Чевцов, расскажет вам в третьей лекции очень подробно, как это все происходит. Я только вкратце. Есть еще сканирующиеся на микроскоп. Я тоже с ним работал. Вот такой вот комплекс экспериментальный, вы видите. То есть он что-то похож скорее на, не знаю, на обитальную станцию, чем на микроскоп. Здесь вот толстые линзы, которые мы называем иллюминаторами. Они действительно достаточно толстые, потому что там вакуум. Если он разгерметизируется, то может быть взрыв. А когда я начал с таким работать, мне сказали, что он стоит полтора миллиона евро. И если я его сломаю, то у меня будут неприятности. Потому что даже там неволископерия, а там бриз за ним, по-моему, миллион долларов. Это меньше, чем стоит такой микроскоп. Он работает примерно похожим образом. Только теперь между никакой поверхностью происходит электрический ток. И потому как меняется ток, строят изображение поверхности. С помощью скринейшего туннельного микроскопа можно даже отдельные атомы перемещать. Вот компания IBM сделала себе такую рекламу. А еще они сняли самый маленький в мире фильм. Я попрошу сейчас его включить. Самый маленький в мире фильм. Сделанный из атомов. То есть все сделано из атомов. Здесь он сделан из отдельных атомов. Вот атомы увеличены в 100 миллионов раз. Для создания противно. IBM Vizic представляет. Мальчик и его атом. Но он не озвучит, я поэтому буду по-жмире с ним. Мы знакомимся с атомом. Потом мы знакомимся с мальчиком. Происходит шикарная игра эмоций. Еще один способ использовать атом. Вот он играет в баскетбол. Тома играет что-то вроде тенниса. Еще атом иногда получается непонятного лужу. Атом полетел в атомной облака. Может быть в атомной разнике. Ну и такое лирическое концепт. Слово думает. Мне, к сожалению, IBR ничего не хватило. Зато что я покатал этот фильм. Просто он классный. А вы теперь берегите, пожалуйста, к презентации. Я даже нашел страничку этого фильма на кинопоиске. Здесь в главных ролях атома мальчик. Все, как вы видели. Я думаю, что если бы Леонид Ди Каприо снимался бы в роли мальчика, то, быть может, ему дали бы наконец-то Оскар. Правда, может быть, это был бы самый маленький Оскар в мире за самую маленькую в мире роль. У него рейтинг 6 баллов. Это достаточно много. Это больше таких киношедевров, как «Самый лучший фильм», «Самый лучший фильм 2», «Самый лучший фильм 3D», «50 оттенков серого» и даже лучше, чем Джастин Бивер «Никогда не говорит никогда». Который, согласно постеру, захватывает, трогает другую душе. То есть, вы посмотрели, я считаю, что лучше всего этого кино, так сказать, вы выбрали. Это уже можно, в принципе, не смотреть. Как же образуется поверхность? Давайте начнем мы с самих азов, с отдельных атомов. Вот атом кремния. Вот можно рассмотреть его в разных подробностях, сверху, сбоку, общий вид. Давайте нарастим еще атомы. Вот они соединились, еще атомы, еще, и получили что-то вроде этого. Вот с такими моделями работают физики-теоретики кристаллографа, я работаю с такими моделями. И это самый обычный кремний. То есть, кремний, который используется для микросхем, которые становятся такими маленькими, что очень много процессов проистекает именно в поверхности этих микросхем. То есть, изучать физик поверхности стильно модно и малогерзно, очень перспективно. Давайте посмотрим, как же образуется поверхность. Мы рассматриваем наш кристалл сбоку, и поверхность образуется вследствие расковы или распила, или какого-то именно другого повреждения кристалла. Вот мы распили наш кристалл пополам, получаясь поверхность. Если вы откроете микросхем, там написано, что поверхность – это граница раздела двух фаз. В данном случае это раздел фазы кристалла и того, что над кристаллом. Вот здесь вот некая серая масса над кристаллом. Это может быть вакуум, это может быть воздух, это может быть другой кристалл. Атомы на поверхности сильно отличаются от тех, которые в объеме. В объеме у атома много соседей. Вот у атома здесь видно три соседа, на самом деле их больше. А на поверхности они лишены, но в частности соседей. Я придумал такую аналогию, что это как семья, которую разделили, родители отдельно, дети отдельно, и все страдают, хотят как-то воссоединиться. Вот так же и атомы пытаются восполнить душевную пустоту, которая образовалась от образования поверхности. И они пытаются с этим что-то делать. Все самое интересное происходит в первом поверхностном слое. И вот эти процессы, они называются релаксация, и второй процесс — реконструкция. Они тоже в свою очередь делятся. Релаксация бывает нормальной, когда атомы свои не менялись, просто отодвигаются. И тангенциальной релаксацией, когда они избегаются. Я проводил часто время с тангенциальной релаксацией раньше. Реконструкция бывает консервативной, когда атомы свои меняются, но при этом число атомов не меняется. И неконсервативное, но теперь число атомов тоже может меняться. Что же произойдет с нашим кремнием после реконструкции? В основном релаксация происходит с металлом. Вот кремний сразу после распила, сразу после обреза образования поверхности. А теперь после реконструкции. Получилась такая красивая картинка. То есть я думаю, что если бы архитекторы, которые реконструируют наши города, учили бы чувство прекрасного обычного кремния, то мы бы жили бы в гораздо более прекрасном мире. Вот так это выглядит все в изображении СТМ. Вот такая маленькая ячейка. На самом деле, если мы замостим все этими ячейками, то мы получим поверхность кремния. Вот эту картинку строили 26 лет. 26 лет потребовалось учетов, чтобы построить картинку, которую я вам показал за несколько секунд. Изучить физику реальности действительно очень тяжело. Вы можете судить по этому огромному часу лет. И все осложняется еще тем, что нет идеальной поверхности. Если это идеально, то на самом деле все осложняется тем, что есть какие-то дефекты, есть различные проблемы. И в итоге наша идеальная реконструкция, которую построили теоретики, она может выглядеть совершенно иначе. Ну, никто не идеальный, но тем не менее мы продолжаем себе любить поверхности. Итак, какие же могут быть дефекты? Это может быть адатом, то есть адом, который торчит на поверхности сверху. Вакансия, то есть там когда-то был адом, а потом его не стало. Или, к примеру, терраса. То есть наша поверхность, она вот так изглавовалась и пошла вот такими ступеньками. И если идеальная поверхность, она выглядит так, вот идеальная поверхность нашего кремния, она выглядит как-то так, то реальная поверхность будет выглядеть так. Здесь тоже есть адатомы – это немецкие кондиционеры, настоящий пищ городов, террасы – это кластеры балконов, вакансия на террасе, незатекленные балконы, и некие неопознанные артефакты, которых достаточно много, и которые, в принципе, затрудняют исследование поверхностей. Из-за того, что изучать поверхность так сложно, известный физик Ольга Паули сказал, что если Бог создал объем, то поверхность – это творение дьявола. Но, правда, твои дьявола иногда хороши. То есть, к примеру, если вы не поверхность, то есть неповерхность первого катализа, а мы все используем катализа. Я уверен, что любой из вас используется продуктами катализа. К примеру, если вы едите. Если вы едите продукты, которые были выращены с помощью азотных удобрений, которые получаются благодаря катализа. Или вы садитесь в автомобиль, в автомобиле есть насадка на выхлопную трубу, в которой тоже стоит катализатор, чтобы дожигать находящийся там углекислый газ. Итак, давайте я объясню вам реакция катализа на примере, который, правда, выходит за рамки уголовного кодекса Российской Федерации. Предположим, вы предприниматель, вам нужно получить разрешительные документы от чиновника. Вы приходите к чиновнику в полной надежде, и говорите, вот, мне нужно там то-то и то-то. Чиновник говорит, извини, но прикриви через год, мы сейчас не можем выдать вам документы. Это реакция без катализатора. Теперь относится катализатор. С катализатором все происходит гораздо проще, и реакция может пойти гораздо быстрее. Это реакция с катализатора. Одна из самых известных реакций катализа – это реакция Габера-Боша. Реакция, которую еще называют реакцией, которая накормила человечество. Дело в том, что в конце XIX – начале X века практически иссякли у человечества природные источники азота, которые требуются для удобрения почвы, и мир стал на грани голода. Азот надо было откуда-то получать. Где больше всего азота? Больше всего азота в воздухе. Воздух на 78% стоит из азота. Его просто приходишь и берешь. Но проблема в том, что нельзя просто взять азот из воздуха. Его можно взять с помощью реакции – с водородом. Однако эта реакция проистекает при очень хитрых условиях, при большой температуре и только в присутствии железа, легированного различными материалами. И вот как раз эту реакцию подсказали нам Фитц Габер и Карл Бош – это настоящие супермены, супергерои, которые спасли мир. Вот Габер и Бош – они накормили человечество. Оказалось, что очень легко получить аммиак из азота и водорода в присутствии железа. И при этом, если вот такая установка, с которой работал Габер, она помещалась на столе, он получал аммиак, то сейчас есть гигантские, совершенно огромные, мастерозные аммиачные заводы, которые тратят суммарно около 2% энергии, которая производится человечеством. Вот именно на производство удобрений. У нас не так уж много, я посмотрел, что, оказывается, интернет тоже примерно занимает 2% энергии, а учитывая, что 95% интернета – это порнография, то примерно можно сказать, что вот сюда тратится столько же энергии, сколько и на порнографии в интернете. Реакция Габера Боша, ее очень долго использовали, однако было непонятно, как же она работает. Это объяснил Герхард Эркель, известный немецкий химик-физик, и он получил за это премию в 2007 году. А все происходит следующим образом. Наш азот падает на металл, и там происходит ассорбция. Ассорбция – это прилипание атомов к поверхности. То есть мы можем взять упругий мячик, швыргнуть, он отскочен. А можно взять пластилина, швыргнуть, и он прилипнет к поверхности, то есть ассорбируется. Оказывается, что при высоких давлениях и высоких температурах к разорванным вот этим атомам азота к ним прилипают атомы водорода. И когда к нему прилипают три атома водорода, он возносится вот так вот вверх, как аммиак. То есть Герхард Эркель, объясним, как же все работает. При этом, ну, можно на самом деле говорить, кто важнее, то есть кто сделал более важные вещи. Бош и Габер, тем, что они открыли свою реакцию, или Эркель, который я объяснил. Это примерно как спор между тем, что важнее – автор романа-бестселлера или критик, который объяснил, чем этот роман так показательный, чем он так выдающийся. Обычно говорят, что важнее автор романа, в данном случае все не так однозначно, и благодаря тому, что вот есть такой критик, который объяснил, чем на самом деле прекрасна эта реакция, удалось сделать гораздо больше других реакций на основе этого объяснения. Вообще, Эркель – это действительно еще один супергерой, которого я сейчас сейчас показываю. Его работы они применяются в очень многом виде. Вот я показал это на примере трактора. Здесь есть удобрения, о которых я уже говорил, микросхемы. Эркель, те экспериментальные методы, которые придумал Эркель, они сейчас используются для того, чтобы делать очень чистые поверхности и очень хорошие микросхемы. Он объяснил, как образуется ржавчина и что с ней делать, а вместе в том, как образуется озоновый слой, а в нем тоже участвует физика поверхности. И еще он придумал реакцию, еще он придумал, как дожигать угарный газ в выхопных трубах. Что происходит, что было раньше? При сжигании бензина выделяется достаточно много угарного газа, который ядовитый, который убивает все живое. Однако, если поместить туда платину, если в трубу добавить платину или некий другой катализатор, то этот угарный газ можно прилетить в углекислый газ, который уже не так опасен. Эркель заметил, что там происходит некая реакция, которую я могу объяснить на примере кроликов и рысей. Вот у нас есть кролики, в лесу они плодятся и становится много, и рысей, которые едят этих кроликов. Число кроликов растет, число рысей тоже растет, но у них есть много кроликов, которые они могут есть. Потом рысей становится так много, что кролики уже не успевают воспроизводиться, и число кроликов начинает падать, соответственно число рысей тоже с некой задержкой начинает падать. Потом все по новому, кролики опять не видят хищников, они опять расплаждаются, и рыси опять начинают расти популяция. Это происходит примерно с периодом 10-15 лет в этой системе. Я так заметил, что если концентрация угарного газа в присутствии платины достигает некой величины, то в платине происходит реконструкция, вы уже знаете, что такое реконструкция, и платина становится хорошим катализатором для того, чтобы происходила такая поверхность. Число угарного газа в всей своей поверхности уменьшается, платина опять реконструируется обратно, и все это происходит по новой. Поэтому сейчас выхопные трубы добавляют платину или никель, или некие другие материалы. Из-за того, что эта реакция происходит некой задержкой, то мы можем видеть такие круги на поверхности платины. Я даже видел такое название «химические волны». Что это напоминает? Нет, напомнило примерно вот это. То есть, по-видимому, Ван Гофф больше ста лет назад знал, как выглядят химические волны на поверхности платины. Я же исследую, в своей научной работе, я исследую кремизем, это соединение атомов кремия и дисфорода. В зависимости от того, как они расположены, то есть от атомной структуры, они могут принимать достаточно красивый вид. Кварц, кристаболит, стишевит. И они очень много где используются. Это та же микроэлектроника, часы, украшения. Но есть проблема. Проблема стоит в том, что ежегодно около 6 миллионов человек заболевают страшными заболеваниями силикозерок легких. То есть, люди, которые работают на производствах, которые производят все эти плата, они дышат пылью, и их легкие отбегаются в большой атаке. И было установлено, что, оказывается, не все виды кремизема опасны. К примеру, кварц и кристаболит очень опасны. А вот стишевит, добрый, няшный, он не опасен, хотя и дышать им тоже не очень приятно. В чем же дело? Они состоят из одних и тех же атомов, но при этом одни канцерогены, а другие нет. Моя возможность, что все дело в поверхности. Итак, как же образуется рак легких? Это одна из гипотез. Легкие состоят из большого числа альбеол. Это такие маленькие пузырьки. У них происходит газообмен между нашей кровью и, собственно, легкими. Изнутри выложены свой сурфактан, это жидкость, благодаря которой легкие не слипаются при дыхании, и худобедом защищают клетки, которые находятся дальше. И вот происходит так, что что-то пробивает этот сурфактан и доносит опасные частицы до клеток легких, до клеток альбеол. Это что-то называется свободный радикал. Что такое свободный радикал? Это атомы, у которых не хватает обычно одного электрона на внешний электронный уровень. У кислорода таких радикалов очень много. Они называются активной формой кислорода. И что же происходит, когда радикал стыкается с клеткой? Он пытается отжать свой электрон, забрать альбезыщий электрон. И клетка, которая столкнулась в подвороте с такими радикалами, она просто погибает. Но это даже не самое страшное. Самое страшное, если радикал добрался до ДНК, клетка стала раковой, стала размножаться, и тогда у человека может образоваться рак легких. Мы строили с помощью компьютерного моделирования поверхности кварца, кристаболита и стишелита из нескольких материалов. Оказывается, что на кварце и кристаболите есть опасные структуры, активной формы кислорода, а на стишечке ничего нет. То есть, по-видимому, скорее всего, именно из-за свойства поверхности, из-за валюсенького, очень тонкого слоя, некоторые материалы могут быть очень опасными, некоторые безвредными. А некоторые могут использоваться для того, чтобы кормить человечество, создавать удобрения или создавать другие какие-то блага. Ну, раз уж мы начали про рак... Я вчера видел обсуждение на группе образовача по поводу предстоящего мероприятия. Там много упоминали этого персонажа, герой фильма Breaking Backs, кристаллограф, который заболел раком, но он не сдался, начал использовать свои знания для того, чтобы как-то выздороветь или продлить свою жизнь. Спасибо, не дышите кварцом! Спасибо!